На этой подставке смонтированы две обкладки конденсатора, подсоединенные к высоковольтному источнику. Между ними на нитке висит пластмассовая пуговица, плоскость которой мы развернули параллельно пластинам. Подадим на пластины напряжение 10 кВт и пуговица разворачивается вдоль силовых линий электрического поля. Объясним, почему это происходит. Пластмасса, из которой сделана пуговица, является диэлектриком, состоящим из полярных молекул. Во внешнем электрическом поле молекулы диэлектрика разворачиваются вдоль его силовых линий. В результате на одном конце пуговицы появляется связанный положительный, а на другом конце равный ему связанный отрицательный заряд. Электрическое поле действует на эти заряды и возникающий момент сил разворачивает пуговицу вдоль силовых линий поля. Подсолнечное масло это тоже диэлектрик, только жидкий. Зальем масло в кювету и опустим в нее два плоских электрода. Включим источник и начнем постепенно повышать напряжение. При напряжении 16 кВ масло поднялось на 8 мм. Дальше повышать напряжение уже не удается, потому что между электродами начинает проскакивать искровой разряд. Давайте разберемся, какие силы вталкивают масло в зазор между электродами. На краю плоского конденсатора электрическое поле неоднородно, и его силовые линии вываливаются из зазора между пластинами. Поляризованные молекулы диэлектрика выстраиваются вдоль силовых линий. Силы, действующие в неоднородном электрическом поле на связанные заряды внутри молекулы, не компенсируют друг друга. С какой стороны поле больше, там и сила больше. Поэтому молекулы диэлектрика втягиваются в области с большей напряженностью поля. В результате давление в масле повышается вблизи краев обкладок, а по закону Паскаля это электростатическое давление передается и внутрь конденсатора. А теперь давайте посмотрим еще раз на опыт с маслом. Помимо того, что масло поднимается в зазоре между электродами, оно еще и заползает на отрицательный электрод, так что на нем образуется довольно толстый слой масла. А на положительном электроде такого слоя нет. Как вы думаете, почему так получается? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.